Привет, друзья! С вами Олег Шпагин. Хочу показать, как избежать ошибок при компиляции вашей программы на Python в APK-файл под Android. Предположим, вы компилируете вашу программу в APK-файл, и у вас появляются вот такие вот ошибки. Как же от них избавиться? Сейчас вы это увидите. Вот, например, частая ошибка. The job exceeded the maximum log length. То есть, job ваш выполнялся настолько долго и выводил столько много информации, что просто его пришлось прекратить. And has been terminated. Вторая ошибка, это когда у вас во время выполнения вашего job ничто не выводится на экран в течение 10 минут. Это время можно увеличить. Я вам покажу, как. Также количество вот этих логов, которые выводятся на экран, тоже можно сократить. Итак, смотрите. Для того, чтобы получить вот такой successful build, вот он этот build, который прошел удачно, необходимо сделать всего лишь небольшое изменение в этом коде. В Travis файле необходимо добавить такую команду Travis Wait. Например, 20 минут на выполнение вот этой команды builddozer Android Debug. В двух местах мы с вами это делаем. Потому что один раз мы с вами строим для 32-битной системы наш APK файл, а другой раз для 64-битной системы наш APK файл. И также для того, чтобы снизить количество логов, необходимо понизить их. Например, не двоечку для дебага уровня поставить, а единичку. Вот здесь вот в 64-битной спецификации builddozer и то же самое в 32-битной спецификации builddozer. После этого, когда вы опубликуете ваши изменения на GitHub и запустите заново, вот с помощью Trigger Build, построение вашего APK файла, у вас удачно построится ваше приложение, ваше мобильное приложение на Python. То есть вы получите нормальные APK файлы, которые будут находиться вот здесь, вот смотрите, в релизах. Открываем релизы, вот они, эти файлы. Дебаг для 64-битной системы и дебаг для 32-битной системы. Вот, файлики можно скачивать и уже использовать. Если вам нравится такой контент и вы хотите больше такого контента, то поддержите этот проект. Нажмите на кнопочку «Спонсировать» либо перейдите по ссылочке в описании к этому видео. Всем спасибо за внимание. Продолжение следует...